Уважаемые коллеги, вы уже убедились, что компьютерно-томографическая диагностика под властной оценкой любой вариабельности сосудистой анатомии. Естественно, анатомия толстой кишки не исключение, и это еще больше усложняет мою задачу сделать доклад на 15 минут, потому что в отличие от печени сосудистая анатомия толстой кишки очень проста. Давайте посмотрим. Толстая кишка как раз набжается из двух бассейнов, верхней брюжеечной артерии и нижней брюжеечной артерии. Из верхней брюжеечной артерии отходит средняя ободочная, правая ободочная и подвздошная ободочная артерии, из нижней брюжеечной — левая ободочная, сигмовидная и верхняя прямокишечная. Оба этих бассейна соединяются в области селезеночного угла до гориолана. Казалось бы, все просто. Если мы посмотрим на подмеде статьи по анатомии ободочных артерий, мы увидим, что интерес к этой теме растет. Конечно, здесь небольшая манипуляция, в общем-то, по любой теме интерес растет за полвека. Но посмотрите, даже пандемия ковида никаким образом не повлияла на него. То есть, видимо, есть какая-то проблема. Проблема в том, что если мы будем рассматривать анатомию подробнее, мы увидим, что эта схема не совсем точно отражает то, что происходит в человеке. Во-первых, правая ободочная артерия, отходящая от верхней брюжеечной, наблюдается значительно реже, чем все остальные. И, как правило, она отсутствует. Во-вторых, сигмовидных артерий может быть несколько. В-третьих, все эти артерии соединены между собой достаточно плотной сетью анастомозов, коллатералей. И это довольно сильно затрудняет определение того, что считать основным стволом, что считать анастомозом. И особенно сильно это затрудняет вообще оценку анатомии в области селезеночного угла. В области селезеночного угла, если все упростить, мы можем выделить три основных вида анастомоза. Это артерия драманда, которая проходит вблизи стенки кишки. Если вы видите артерию медиальной, то это, собственно, называется дугория алана. И если вы видите третью артерию, которая проходит совсем медиально, то эту артерию можно назвать артерией московицы. Но если мы видим две артерии, тогда нам считать, что дугория алана стала артерией московицы? Казалось бы, когда она переходит непосредственно на ствол средней ободочной, да, наверное. Но надо понимать, что она может начинаться не обязательно от нижней брыжеечной, она может начинаться от краевой артерии, и тогда она снова станет дугория алана. Неясно. То же самое касается, например, дифференциации дуги реалана и артерии драманда. Вот французские коллеги нарисовали одну и ту же схему три раза и спрашивают, собственно, что здесь считать краевой артерией, а что считает дугория алана. Собственно, эти три рисунка, они отличаются только тем, как их закрасили. Таким образом, мы не можем ограничиться при оценке анатомии, при описании анатомии только этими тремя фамилиями. И, например, недавно была предложена, опять же, классификация турецкими коллегами, где они причислили просто все возможные варианты анастомозов между бассейном верхней и нижней брыжеечными артериями. И можно пользоваться ими. Естественно, они все пронумерованы, но в целом, если в протоколе дать словесное описание каждого из этих вариантов, я думаю, этого будет достаточно. И, в принципе, мы это можем сделать. Компьютерная томография обладает прекрасным пространственным разрешением. Контрастное вещество позволяет визуализировать очень мелкие сосуды. И, в принципе, казалось бы, томографическая анатомия, она соответствует тому, что мы видим на схемах, тому, что мы видим в учебниках анатомии. Но нет. Дело в том, что в учебниках анатомии обычно поперечная облачная кишка поднята, а у человека она все-таки находится ниже, чем, например, углы кишки. Артерии идут неровно, криво. Анастомозов много. Рядом с селезеночным углом вы увидите еще артерии желудка, короткие желудочные артерии, желудочно-сальниковые артерии, которые будут накладываться друг на друга. И, соответственно, ваша попытка дать подробное описание анатомии толстой кишки превращается в какой-то конкурс «Найди путь» от нижней прожечной артерии до селезеночного угла, потом до сигмовидной кишки. И это не такая уж простая игра. И трехмерные реконструкции нам не сильно помогают. Вот попробуйте сходу найти, где здесь находится, например, средняя ободочная артерия. Скорее всего, у большинства это не получится. По крайней мере, у меня не получилось. Когда я смотрел просто на трехмерную реконструкцию, мне пришлось перейти в плоские срезы и понять, где такая артерия. Здесь мы видим верхнюю и среднюю ободочную артерию. Причем, заметьте, что здесь не совсем очевидно, где она делится на правую и левую. То есть вот эта вот заветушка – это правая ветвь, средняя ободочная – это левая. Вы видите, что большинство вообще ветвей, например, восходящей ветви левой ободочной, мы не видим. То есть вот здесь видите какой-то пенек. И пенек мы видим не потому что тромбоз, а потому что артерия тонкая. Поэтому единственный способ не проиграть – это смотреть в МИПах, в коронарных проекциях. И тогда мы действительно можем проследить восходящую виду ободочной артерии, левой. Увидеть, что от нее отходит на каком-то уровне веточка. К средней трети нисходящей ободочной кишки есть деление. И артерия идет вдоль нижней брюжеечной вены. И в целом так можно действительно увидеть все достаточно подробно. Увидеть, что все-таки есть артерия тонкая, которая заходит на верхнюю брюжеечную артерию. Собственно, артерия москвица. Соответственно, все эти сложности, они вообще не добавляют нам энтузиазма в подробном описании анатомии. Поэтому надо понимать, зачем мы описываем анатомию. Ведь что зависит от варианта анатомии? Операбельность? Нет, не зависит. Операбельность зависит от расположения опухоли, размера. Вид операции тоже не зависит никаким образом от анатомии. Как правило. Объем лимфодиссекции может быть зависим? Может. Да, лимфозлы расположены вдоль артерии. В принципе, лимфатическая сеть во многом повторяет артериальную. Поэтому есть мнение, что иногда при каких-то вариантах анатомии надо делать по-другому лимфодиссекцию. Но это обычно локальные практики. Какого-то общепринятого подхода нет. Остается только ход операции. То есть, действительно, вариант анатомии, он достаточно сильно влияет на количество осложнений, на стресс операционной бригады. И, по сути, возникнут во время операции, может быть, две проблемы. То есть, либо какая-то артерия, которая должна быть клепирована, она не клепирована, либо артерию перепутали и считали, что клепировали ободочную артерию, а клепировали какую-то другую. Возникает это, потому что картина при лапароскопической гемиколоктомии, она отличается от того, что обычно рисуется в учебниках по анатомии схемы. Потому что обзор при лапароскопии достаточно маленький. И, по сути, например, правосторонняя гемиколоктомия проходит следующим образом. То есть, находит опухоль, находит примерную локализацию подвздошно-ободочной артерии, проверяет, что это действительно подвздошно-ободочная артерия, и клепирует ее. Поднимаются выше по верхней прожейчной артерии, видят следующую практически сразу. Ну, наверное, можно предположить, что это правая-ободочная, и клепировать ее. Подняться еще чуть-чуть выше, увидеть третью артерию, которая идет направо. Собственно, это должна быть средняя-ободочная. И, казалось бы, все соответствует ожиданию, но фактически может оказаться так, что первая артерия оказалась низколежащей средней-ободочной, а артерия, которая была клепирована последней, оказалась редким вариантом Митчелса, и оказалась, например, общепеченочной артерией. Понять это по вот этим вот частичкам изображения, которые имеются у хирургов во время лапароскопии, практически невозможно. Поэтому, когда происходит подготовка к операции, хирург хотел бы знать ответ на вот эти три вопроса. Есть ли правая-ободочная артерия, есть ли какой-то анастомоз в области слизоночного угла помимо краевой артерии, и есть ли какая-нибудь артерия рядом с нижней проживечной веной на уровне нижнего края поджелудочной железы. Просто потому, что во время левосторонней гемиколоктомии вот эта вот нижняя проживечная вена на этом уровне клепируется. И, соответственно, если вместе с веной клепирована какая-то артерия, ну, хотелось бы знать, это клепирована почечная артерия, например, или все-таки артерия мозговица. И, собственно, в этом и кроется ответный вопрос, где заканчивается дуга риолана, и начинается артерия мозговица. Ключевой момент имеет не место отхождения, а пересекает ли вот этот анастомоз вот эту зону. То есть лежит ли она медиальней нижней проживечной вены на уровне нижнего края поджелудочной железы, либо лежит латеральный. Вариант с медиальным встречается значительно реже. Ну, и, как правило, мы действительно наблюдаем, либо практически всегда есть краевая артерия, и в половине случаев есть дуга риолана, то есть какая-то артерия, которая на вот этом вот уровне лежит далеко от нижнего проживечной вены. Как принято оценивать анатомию у нас? То есть мы, естественно, не тратим время на оценку 3D, потому что если взять какие-то обычные первые попавшиеся изображения, то на трёхмерке вообще ничего понять невозможно. Как правило, для планирования операции оценка сосудов целесообразна только на стороне, где находится опухоль. То есть если это сигмовидная кишка или нисходящая кишка, то оценивается левый фланг. Если это слепая восходящая, то мы оцениваем только лече правой ободочной артерии. Целесообразно оценивать расстояние от основания проживечной артерии до, собственно, места отхождения левой ободочной, если речь идёт о левом. При этом совсем не надо пытаться понять, куда она дальше идёт, на что она делится, это не несёт никакой пользы. А вот что нужно сделать, это найти нижнюю проживечную вену, она будет лежать немного кзади. Потом пройти по нижнему проживечной вене вверх, дойти до нижнего края поджелудочной железы и проверить, есть ли здесь какая-то артерия. И если есть, то обязательно отметить это в протоколе. Потом уже можно проследить, куда эта артерия впадает. Здесь, например, видно, что она впадает не в среднюю ободочную, а в верхнюю проживечную. И если проследить дальше, то можно увидеть то, что она идёт не вниз, а идёт к слезёночному углу. Но, тем не менее, её всё равно указать надо. Если речь идёт о правой ободочной, то здесь всё может быть технически просто сложнее, потому что справа может быть довольно много тонких каких-то сосудов. Если вы просто посмотрите на экранную реконструкцию, то непонятно, где здесь вообще средняя ободочная. То есть мы здесь видим много каких-то ветвей. Вот это опухоль слепой кишки, вот это, соответственно, скорее всего, подвздошная ободочная. Вот это вроде бы годится на роль средней ободочной, но мы видим, что она идёт в печень. Соответственно, это не она. Очень просто находить среднюю ободочную на аксиальных изображениях, потому что средняя ободочная – это обычно первая ветвь, которая уходит вперёд и направо. Естественно, надо проследить, где она заканчивается. Ну, как правило, вы увидите, что она заканчивается где-то в мезоколоне, где-то в поперечной ободочной кишке. После того, как вы нашли её на аксиалах, вы ставите метку на короналах и измеряете расстояние от метки до подвздошной ободочной артерии. И после вы уже прицельно смотрите вот в этом месте, есть ли хоть какая-нибудь артерия, которая уходит направо. Если она есть, то это, скорее всего, правая ободочная артерия. Видите, здесь вот есть правая ободочная артерия, она очень тонкая. Естественно, при простом пролистывании её очень легко не заметить. Всё. Дальше мы ищем просто среднюю ободочную артерию для того, чтобы проверить, вне зависимости от этого, левая это фланг или правая, есть ли эта артерия, не имеет ли ли места какая-то грубая анатомия, например, с отсутствием средней ободочной артерии. И проверяем, есть ли какие-то дополнительные коллатеральные ветви в области сельзёночного угла. То есть есть ли какая-то артерия, которая проходит непосредственно вблизи от стенки кишки, а немного дальше. И, соответственно, если видим такую артерию, то описываем её как догурелан. И на этом всё. Благодарю за внимание.